Почитала я сейчас комментарии, пока у меня сейчас немножко времени есть, я хочу ответить на некоторые вопросы. Все, девочки, слойки наши готовы, все чудесно, прелестно. Мы заварили себе большие чашки, вот такие широкие, чай. И каждые туфельки, и сумочки, всего должно быть по 10 штук минимум, выбирать, выбирать, выбирать. И в холодильнике также. Ой, красавчик развалился, да? Красавчик развалился такой. Ревнует, да, милочка? Ты ревнуешь, детка? Всем привет, мои хорошие! Можно сказать, доброе утро, хотя время уже начало 12-го. Но утром я заканчивала предыдущее видео, приводила себя в порядок. Чистка лица у меня сегодня, в общем, искупалась, уложилась, приоделась. И сегодня ко мне должна приехать моя сестра. В общем, собственно говоря, она уже там выезжает. Мы сегодня с ней что? Я перебирала недавно вещи, кое-какие вещи отдала соседям. Кое-что я хочу отдать сестре. Мы с ней посидим, поболтаем сегодня, и что еще? Вообще, вам хорошо меня видно или нет? Вот мне кажется, вот так если закрыть, да, может быть так четче видно будет, потому что там отсвечивает свет. Так, и что у нас сегодня? Она мне говорит, что тебе принести, чем тебя угостить, с чем будем чай пить. Я говорю, у меня диета, никаких выпечки, ничего сладкого, ни пирожных, ничего. Фрукты у меня есть, ничего не надо. Она говорит, я так не могу, давай я принесу на пробу там какие-то слойки, какие-то, они как полуфабрикаты, там с сыром и с мясом, какие-то слойки. Она говорит, мы духовочку быстренько приготовим с тобой и с чаем попьем. Я говорю, ну давай, ладно, я чуть-чуть попробую с сыром и чуть-чуть с мясом попробую. Но сделаю исключение сегодня ради сестры. Мы же не будем просто одними фруктами питаться, да. В общем, короче говоря, попьем чайку с ней и поболтаем. Ну, не знаю, сестра у меня, конечно, веселуха. Надеюсь, день сегодня у нас пройдет весело. Но она у меня, конечно, не на целый день. Она приедет, но у меня там чуть-чуть побудет. Мы немножко пообщаемся с ней. Обмен информацией, как говорится, сестрой. И обмен, в общем-то, одеждой идет у нас. Вот, ну все. Сейчас я быстренько еще посмотрю, что я там доделала, не доделала. В общем, буду встречать с сестрой уже вместе с вами. Мой уголок уже готов к приему гостей. Я тут положила разные-разные фрукты. И это даже еще не все фрукты, которые у меня есть. А на улице погодка у нас какая сегодня? Давайте посмотрим. Так. Вот. Облачка есть, солнце не палит. Ну, хотя сегодня и не жарко. 20 градусов на данный момент. Сегодня максимально, по-моему, 21. И все. Легкий такой ветерочек. Так, окошко у меня открыто сейчас. Утром холодно, ночью холодно. А сейчас хорошо. Не знаю, будет дождь или нет. Не смотрела сегодня на прогноз. Ну, в общем, сегодня я как бы и не собираюсь выходить никуда. Девочки, переместилась я в этот свой любимый уголок. Как-то так мне захотелось вот тут немножко посидеть, поснимать. Почитала я сейчас комментарии. Пока у меня сейчас немножко времени есть. Я хочу ответить на некоторые вопросы. Ну, один вопрос, честно говоря, меня очень удивил. Написала мне одна подписчица. Зачем вы так много покупаете продуктов? Так много готовите? И как вы все это вот съедаете? Неужели вы думаете, что я сейчас на диете и я сейчас много съедаю? Я же вам говорила о том, что я худею. Наверное, человек не очень-то смотрит, наверное, мой канал. Посмотрели покупки, может быть, какие-то и решили сделать какие-то выводы определенные. Ну, во-первых, девочки, то, что я готовлю, я угощаю соседей. У нас такой вот обмен есть продуктами. Кого-то нужно обязательно угостить. Во-вторых, я не люблю готовить каждый день. То есть, если я приготовила себе какое-то горячее блюдо, ну и не горячее, может быть, я готовлю на несколько дней, так дня на три, чтобы не заморачиваться с едой. Потому что у меня помимо готовки, у меня куча других вообще есть дел и забот, понимаете? Поэтому, и потом, знаете, вот такие блюда, как, например, борщ, там, да, или вот то, что я делала, мясо с баклажанами. Я не умею готовить борщ на две тарелки. Не умею, просто не умею. Я не знаю, я не могу понять, сколько мне надо туда, ну, кусочек морковки, кусочек того-сего. Я не могу понять, сколько мне нужно продуктов. Поэтому у меня, знаете, вот у меня как вот есть какое-то представление, что вот на такую кастрюлю нужно того-того-того столько покидать, да? Поэтому у меня, я всегда делюсь обязательно, что-то приготовила, делюсь с соседкой, с соседкой, с сыном ее угощу. В общем, у меня еще один сосед есть тоже, студент, могу его всегда угостить. Он меня чем-то иногда угощает на продуктах, парень работает. Так что, а то, что я закупаю в профпродукты, я люблю, когда у меня есть запас продуктов. Во-первых, я люблю, когда у меня есть все ингредиенты, которыми я обычно часто пользуюсь, чтобы если вдруг мне возникло желание что-то приготовить, то я могу достать любой овощ, там масло, соль, там, ну, все другое, мясо, морозилки, чтобы было разное, разнообразное, чтобы я в любой момент могла приготовить все, что я хочу. Соседка придет у меня, там, луковицу попросит, там, может, картошку или что-то, любой продукт, что они попросят, у меня всегда все есть. То есть я беру, чтобы оно просто у меня было, и все. Ну вот, я не знаю, у кого-то какое-то беспокойство на этот счет возникло, я не знаю, у меня, например, с этим все нормально, я как-то хорошо. То, что я уже сказала вам, я диету продолжаю держать за последние, за последнюю неделю, да, за 10 дней я похудела на 2 килограмма, меня это очень радует, то есть процесс пошел, я уже ощущаю по себе как-то облегчение какое-то, я буду продолжать в том же духе, поэтому я, как вам говорила, на завтрак у меня кашка или мюсли, на обед у меня кусочек мяса с овощами, либо тушеная, либо там, ну, по-любому приготовленная, неважно, все это я ем без хлеба. Ну и на полдник у меня последнее время, уже и на полдник, и на ужин у меня идут фрукты, фруктов у меня изобилие, как говорится, и поэтому я на полдник поела какие-то фрукты, там, может быть, дыню или что-то. На ужин тоже у меня в 6 часов я стараюсь, чтобы у меня уже, как бы, завершить всю свою еду, все мои эти завтраки, обеды, полдники. Вот, и перед сном я выпиваю, там, стаканчик йогурта. Бывает, там, полстаканчика даже налью, если я не очень сильно хочу, полстаканчика, там, йогурт натуральный, не сладкий, никакой. Вот, кто-то пишет мне, разбейте на, там, на 5-8 частей приема пищи, но на 8 частей я не могу, как вот по 2 ложки каждые 2 часа чего-то есть, я это не могу так, просто у меня, как бы, но у меня определенная порция вот этой кашки овсяной, пачечка, да, 150 миллилитров воды заливаю я. Не больше 150 грамм мяса, это, ну, для холестерина, снижения холестерина. Я помню эту диету еще. Мне тогда, вот, врач давала вот эту диету, я просто запомнила, что 150 грамм мяса или птицы, и там можно 170 грамм рыбы, это в день употреблять. Поэтому у меня один прием, в общем, мясной идет в день, в основном, ну, примерно в таком количестве. Приблизительно я все это, как бы, ну, как бы сказать, стараюсь вот по чуть-чуть, уменьшать порцию стараюсь, да. Я себя насиловать, мучить диетами не собираюсь, то есть я могу по мере сил, да, стараюсь поменьше, уменьшать просто порцию, когда она уже уменьшится, то есть уже малым количеством буду насыщаться, и все прекрасно. По крайней мере, процесс есть, процесс идет, вернее, результат есть, и все, я этим довольна, меня это устраивает, удовлетворяет. В моем возрасте сильно себя мучить диетами нельзя. При том, что есть некоторые продукты, которые просто необходимо употреблять в небольшом количестве, но просто они нужны организму. Поэтому я знаю, знаю, что мне надо есть. При том, что раздельное питание уже у меня это пройденный этап, это уже было не раз, я худела, и очень даже хорошо худела на раздельном питании. Мой организм нормально эту диету переносит, потому что при раздельном питании можно есть все, что захочешь. Главное, правильно сочетать продукты, не есть много, не есть на ночь, в общем-то и все дела. Побольше пить воды не забывать. Вот я целый день пью воду, утром я пью кофе, и больше никаких у меня сейчас компот не варю, ничего, ни чаи, ни чаи не люблю, никаких напитков, вода, 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 все. А вместо компота, вот, кстати говоря, захотелось, когда вот бывает, знаете, там, стаканчик компотика, вот съесть какой-то сочный фрукт, сочную грушу, там, или какой-то вот персик сочно съесть, или дыньку, или арбуз, все. И я уже и насытилась, и напилась, можно сказать, удовлетворила жажду. Если жажда действительно, то это вода. Все, все прекрасно. Ладно, девочки, делаю небольшую паузу. Сейчас встречаю свою сестру. Надо мне вытащить вещи, которые я хочу ей отдать. И, в общем-то, продолжим чуть-чуть позже вместе с вами. Сестра моя, говорит, уже поднимается. Ну, вот-вот, жду ее, сейчас должна зайти. Кто-то там ползет, кто-то там скребется. Здрасте. Привет, красотулечка, такая моднячая ты у меня, красивая ты, красивая. Краснонавт. Да, приветик. Целоваться. Целоваться. Привет, моя девочка. Держи. Давай, давай, заходи, заходи. Девочки, сестричка принесла мне слойки такие. Там кто-то их выпекает, изготавливает сам, да? Это домашние такие. Вот это с мясом, да? Да, да. А эти с сыром, да? С сыром. В общем, мы их сейчас в духовочку отправим. Через 10 минут будем мы уже чай пить с этими слойками. Все, девочки, слойки наши готовы. Все чудесно, прелестно. Мы заварили себе большие чашки, вот такие широкие. Чай. Чай мы пьем какой? Это земляничный медовый иван-чай с сагандайлом, да? Это, не помню, фаберлик, фэмли клуб. Да, это фаберлик. Вот, все, пойдем чай пить. Так, ну что, мы садимся чай пить с сестричкой, моей любимой куколкой. Так что мы сейчас чуть-чуть попьем, перекусим и поболтаем с вами. Наелись, напились, ой, хорошо, сидим, болтаем с сестричкой, рассказываем друг другу всякие разные истории. Заболтались мы с ней прям совсем, ночью классно, когда еще поболтать. Слойки вкусные, такие вот мне понравились. Чай вкусненький с лимончиком такой, да? Фрукты сейчас сидим, едим. И сестра моя уже скоро уходит, а я тут вспомнила, что вы же за моей сестрой соскучились. Надо же вам чуть-чуть ее показать, чтобы вы хоть на нее посмотрели. А то мы так вот с ней любим поржать, но мы сейчас о своем женском болтали. Не все, не все, можно снимать, да? Виноград ешь? Да, емку дай один из. Так что сестре мои подарки я пододарила всякие разные. Она у меня тоже не с пустыми руками уходит. Все понравилось тебе? Ну, конечно. Если что нужно, сообщи. Обращайтесь. Обращайтесь, что нужно. Найдем. Подарим. Ну, вот сестричка не любит одеваться у меня, в отличие от меня. Я каждые пять минут меняла одежду. Да. Ей надо две вещи. Я ей говорю, человеку не нужно много вещей. И она говорит, нужно. Нужно, нужно. Нужно. И каждые туфельки, сумочки. И всего должно быть по десять штук минимум. Выбирать, выбирать, выбирать. И в холодильнике так же. Это такая. Ну, у меня что сестра, что моя дочка. Они любят менять наряды, постоянно менять их, менять. Это мой ребенок. А я вот как-то особо менять не люблю. Я во что-то влезла, мне понравилось. Потому что ты скромненькая. А мне, честно говоря, мне лень переодеваться много. Ну, как-то вот не знаю. Вот это вот. Я вот одела, я могу день, вот одела вот эту сегодня, могу целый день в ней проходить. Могу и завтра даже в ней походить. Ну, потом уже, допустим, что-то свеженькое одеть. Но все равно у меня какое-то определенное, вот какое-то количество вещей. Если вот по дому туники, да, то несколько штук. То есть, если у меня их будет там 20-50 штук, то я буду носить, ну, от силы 5, допустим, вот, менять вот в пределах пяти. Остальные, мне от них захочется избавиться, и их раздать, и подарить. А потом я очень люблю делать подарки, кому-то что-то подарить. И человеку приятно, и мне приятно от того, что человеку... И тебе дали энергию. Да, и мне положительную энергию дают. Мне приятно от того, что человеку я сделала приятное. Вот так. Не, ну, в одежде для меня лично, как и в еде, ты же не ешь одно и то же. Я хочу разное. Я хочу разную бижутерию, разные сережки, очки, не знаю, даже резиночки. Ты все равно что-то перебираешь, потому что ты хочешь перемен. Вот у меня так. Я вот в этом говорю. Слушай, Ана, ну, а у меня с едой, например, тоже. Вот я, допустим, захожу в магазин, да, я смотрю какое-то разнообразие, скажем, сыров. Ну, к примеру, сыров или не сыров, что-то другой продукт. Не важно какой. Я возьму, попробую один, другой, третий. Потом я вернусь к тому, который мне понравился больше всего и буду все время заказывать только этот сыр. И также вот в остальных продуктах тоже. Колбасы тоже. Вот приколюсь к одной. Потому что в еде, в колбасах и сырах у нас мало вкусного. Я очень хочу сосиски. Те наши, которые были в детстве. Я прихожу к продавщице, у меня знакомая. Я говорю, я хочу вот те, те. И она говорит, ну, нету пока. Вот нашла какие-то более-менее, и они исчезли с продажи. Вообще нету. И пока, и не пока. Они ужасные. И колбаса такая же. Поэтому ты более-менее находишь еще хоть как-то там нормальное более-менее, ну и покупаешь. Я помню с папой, когда мы ходили в гастроном за колбасой, а колбаса ж была весовая, и всегда были какие-то довески. Потому что нужно было уже с чеком сначала оплатить за килограмм ровно, да. И нужно было очередь отстоять уже с чеком. И уже взвешивал продавец именно ровно. И вот эти вот довесочки, которые там ложили. И мы с папой развернем, там бумажная вот эта вот упаковка, ну бумажка, упаковочная бумага, развернем и обязательно с папой съедим вот эти довесочки в магазине. Она пахла, как эта колбаса. Я помню, и любительская мне нравилась, несмотря на эти жирки. И вот там докторская нравилась. Сейчас ничего так не пахнет, просто какой-то кошмар. Колбаса, кстати, на одном из первых мест, колбаса, кетчуп и что-то еще третье. Это ужас, написали. Самая отвратительная еда, вообще вреднейшая. И колбаса там же с сосисками. Ну можно иногда потравиться, а что делать? Ну я не знаю, то ли колбасу разучились делать, то ли экономят там на чем-то. Конечно экономят. Уже даже мясо не то. Они должны заработать, а как же? Вот почему я покупаю, допустим, свиноговяжий фарш в магазине, он либо вообще никак не пахнет, очень часто не имеет вообще никакого запаха. Либо какой-то запах там имеется, но совсем не тот, когда ты дома намолишь, что же у них же мясо купишь отдельно, говядина, свинина, перемолола. Да ты там же перемоли, в Тавре вон молят. Уже совсем другой запах у мяса имеется. Почему? Что там добавляют? Ну догадайся. Ну то, что я догадываюсь, мне уже не нравится. Ну ладно, давайте не будем о грустном, будем о хорошем. Да. Мама Чоли. Любите ее, она хорошая у меня. Только редко вижу. Хорошенькая при хорошем. Вот пока не позвоню, не навяжусь, приехать к тебе в гости может быть. Ну потому что я псих-одиночка. Ну что я тоже. Я говорю, я комфортно себя чувствую, когда я одна. Ну что поделаешь, такой человек. Ну а тебе тоже некогда, ты занята, у тебя работа, тренировки. В воскресенье надо там в магазин сходить, что-то сделать, приготовить, на неделю все приготовить, подготовить. А когда общаться, на гробу когда человек лежит, сказать, блин, я так мало тебе внимания уделял, да? По телефону. Не надо мне, я хочу дотронуться до тебя, может быть. Давай, потрогаемся. Да, моя девочка. Мы так были похожи, меня путали с ней, сейчас уже не похожи. Все, и волосы другого цвета. Я черненькая. Да, поизменились по-моему. Мне тебе хорошо. Ну и я сейчас как бы пополнее, чем была, была худая тоже. Да похудеешь, господи, тебе это не проблема. Не, ну если, конечно, мне там пишут, покраситесь опять в черный длинный волос, ну куда мне? Черный длинный волос, зачем он мне нужен вообще? Ну, какой, да, когда, нет, если нас накрасить одинаково, одинаково волосы нам сделать, мы будем похожи. Ну, мне тоже схуднуть, как тебе, будем похожи. Я просто занимаюсь спортом всю свою жизнь, не знаю, уже 27 лет подряд, поэтому жру все подряд. И занимаюсь. Конечно, тяжеловато, я надо печет, вот эти вот мышцы, ну что делать? Вот сила воли у человека. Да я уже привычка. Ну, она еще, сестричка моя, она человек постоянный, она не любит перемены. Вот если она вот ходит на спортзал, пошла, и вот уже 27 лет она ходит в спортзал. Не, я просто энергичная, и я даже больше 5 минут не могу на месте сидеть. Я даже на работе, у меня сидячая работа, я должна встать и куда-то побежать. Я придумываю, я там в туалет, водичка. А вот еще, может быть, потому что у тебя из-за того, что сидячая работа, из-за этого тебе хочется потом поэнергичить, по, как сказать, поэнергичить. Ну, я поняла, побегать. Да, и хочется потом потратить энергию, потому что работа сидячая, швеюется. Не, 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 Свет, это вот эти вот кости, когда болят, между прочим, они же не любят застоя, надо движение. А вот, а я когда набегаюсь, я даже мне не обязательно куда-то, вот мне там кто-то писал, 2 километра в день надо ходить. Я по дому хожу больше 2 километров, потому что, если я целый день на ногах, я все время двигаюсь, как я вещи перебирала. Начала рассказывать сестре, как я вчера перебирала вещи. Оно как все эти вещи надо достать, померить. А померить это надо снять, руки вверх, одеть, руки вниз. Упражнение вправо, влево, наклоны, приседания, сложить, положить. Руки, ноги двигаются. Руки, ноги двигаются. Вот, зарядка, целый день, целый день я крутилась, вертелась. И, в общем, я так устала, что я потом, в общем, упала уже на диван, и мне захотелось полежать, потому что я тут уже на физкультурничалась, понимаешь. Еще люди устают от того, что они делают не то, что хотят. Мне нравится моя работа, мне нравится заниматься по дому, между прочим. Я не устаю от этого. А это я знаю, ты у нас такая. Я просто все, что делаю, делаю с любовью, поэтому я от этого никогда не устаю. Но наступает 11 часов, и что-то мой организм хочет спать, вот бесит на меня это. И я думаю, блин, мало времени мне еще бы, это, 26 часов или полтора суток. Мало. Ну, сутков мало, да. И я чувствую, я начинаю отъезжать, думаю, так, что я еще могу, спеть за каких-то полчаса. В общем, до сна я что-то все равно делаю, батарейкой на джексе. Да, молодец. Так держать. Ну, а что делать? Так держать, вот. А, кстати, у моей сестрички день рождения тут уже на днях будет. Да. 11 числа, сентября, да. Мы не будем говорить, сколько тебе лет? 54. Скажем. 54. А что, я не боюсь. Да, я не боюсь. Абсолютно. Я наоборот говорю, прекрасно. Мне 57, сестри 54. Прекрасный тоже. Прекрасный спортивный в форме человек находится. Молодец. Наоборот, после скольки-то лет, не знаю даже скольки, 50, наверное, да, или 40, начинается все самое интересное. Отметается брак, начинаешь понимать, кто дебил, уже нормально живешь и видишь этот козел, этот придурок, всех обошел, вообще идешь к стеле, это девочки. Да, я говорю всем, нужна деньги и свобода, и подружки. Пошел купил, что-то вкусненькое поел, пообщался, там на спорт сходил, там на природу сходил. Но они мужики даже. Это преимущество, между прочим, людей, у которых уже возраст, да. Мы умные и дальновидные, да. Да, не, наоборот, начинается качественная жизнь. В этом есть преимущество, да. Уже все видишь насквозь людей, уже сразу понимаешь, что кто, где, кто, кто есть кто, да. И уже не ведешься на поводу чьего-то мнения, пофиг мнения чьего-то, да. Сами себе свое мнение имеем, сами с усами, да. Да, и чаще всего видишь, что все придурки. Ну, не говори так людям. Не, ну, да. Не, ну ты просто уже обходишь этих людей, понимаешь, что ну его банят, слушать вот это все. И в споры входить с ними тем более. Ну, в общем, ладно, мы тут о своем, о женском чуть-чуть поговорили с вами. Да, да, философы. Не пьем, причем. Не пьем, чай, да. Философы. Обычно выпей, ты давай, умничай. А что, мы чаю попили, слоек поели, и давай. Почти окосили, да. Да, алкоголь это мрач. А ну, знаешь, еще как бы уже в сон даже клонит, после чая что-то. Мне надо кофе, кстати, выпить. Меня тоже, кстати, в клонит. Давай кофе попью. Нет. Не хочу. Не хочешь кофе? Ну, я кофе сейчас буду пить. Я тебя брошу, отдыхаю, а я пойду свои дела делать дальше. Вот. Ну, все, девочки, мы с вами попрощаемся. Сестричка моя, да? Да. Скажет всем пока. До свидания, девочки. Смотрите, маму Чоли. Было очень приятно с вами встретиться. Сбадривайте ее комментариями, а то иногда так монотонно, так спокойно. Мои девочки, мои хорошие, прыгни, прыгни. Люди отдыхают. Ничего страшного. Меня... А ты можешь зарядить свои энергии. Меня канал... Давайте, давайте. Попьем. Ну, где эту энергию взять? Ее самой нет. Нет. Я чисто так вот делаю свое дело. Пусть и медленно, но верно. Я, если знаю, что я хочу сделать, это беру и делаю. Пусть это не так. Не резкие движения, не каких-то громких слов, а просто вот спокойно, монотонно. Да, многие люди пишут, что отдыхают под мой голос и под мой канал просто отдыхают. Ну, и хорошо начинают. Включили и уснули. Не, люди свои дела делают спокойно. Я поняла, еще что-то делать. Это смешно. Это шутка была. Она шутка. Ну, да, бежевые тона, светлые волосы. И я такая черная. Хороший телефон у тебя, я там у тебя красивая. Да, мне нравится тоже. Все так сглажено. Дефектиков не видно. Еще сдалека. Прикольно. Да. Ну, да. Вот. Ну, что, мои хорошие, все. Прощаемся с вами. Конец. Вот. Мы с вами прощаемся, но я с вами еще не прощаюсь, потому что я этот влог еще буду продолжать, сестричку буду провожать, а она с вами прощается. До свидания. Всего хорошего. Будьте счастливы. Счастья вам, здоровья. Хорошего настроения. Ну, все, пока-пока. До свидания. Доброе утро, девочки мои. Вы знаете, я утром, вот, как всегда, выглядываю в окно, посмотреть, какая погода сегодня, что там за день, светит солнышко или не светит. И уже по привычке вместе с вами выглядываю в окно. Хочу, чтобы вы вместе со мной тоже посмотрели, какая сегодня вот классная, замечательная погодка. Вода, видите, ветра нету, свежо, прохладненько. Сейчас уже 14, утром было 11 градусов. Ну, и 8 утра я уже видео смонтировала. Все, иду кофе пить. Ой, небо какое прям чистенькое. Оно такое голубое, потому что жара закончилась, мне кажется. Не знаю, лучше дон стало видно. Вот так вот, если увеличить. Видите дон? Вон он у нас. Сегодня, девочки, на завтрак у меня мюсли с молочком. Вот эти мюсли с бананом мне не очень понравились. С орехами, которые мне нравятся больше. Но с бананом брать больше не буду. С яблоками можно тоже. А этот в другой раз не буду брать. Ой, девочки. Дело уже к вечеру. Я как завтрак вам показала, так и все. Ну, в общем, сегодня целый день была на телефоне. Монтировала видео. Потом я его опубликовала. Была занята. Сейчас я уже одеваюсь. Вот такой кардиганчик новенький. Одела это то, что я вам показывала. Василек. Вот это блузка. Не блузка, это рубашка в клеточку. Тоже Василек. Прям комфортненько. Так хорошо. Ничего нигде не жмет. Джинсики, кроссовочки. Все я так оделась. Куда иду? Я иду сейчас в садик за Денечкой. Доча поехала по делам. Очень такие дела, ну, безотлагательно надо сделать. Попросила Деню с садика забрать, привезти домой. И потом дождаться ее. Она буквально там скоро подъедет. Ну, соскучились за Денечкой? Хорошо. Поехали за Денечкой. Пришли мы домой. Так, вот это вот котик. Как зовут Деня котика вот этого? Котик. Как зовут котика? Это котик Бантик. Бантик зовут. Ой, умывается. Ну-ка, Бантик, давай познакомимся с тобой. Привет. Привет. Да. Ну, обнюхивает меня. Надо обнюхивать. Ну, ласковый такой. Ласковый, спокойный. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Милочка тут скучает в одиночестве, да? Бантик за мной хвостиком ходит. А Милочка, ой, она ревнует, да, Милочка? Ты ревнуешь, детка. Скажи, я тут одна была, любимица. А теперь еще объект появился другой, да? Привет. Дай лапку бабушке. Лапочку дай. Ну, дай. Ну, вот не кусайся. Бабушке лапу надо дать. Привет. Привет. Говорю, привет. Ой, мила, мила. Ой, красавчик развалился, да? Красавчик развалился такой. Лежит. Красивый, да, такой. Красивый окрас. Ой, котика. Но я к нему еще не привыкшая. Мы только ознакомимся. Смотрите, девочки, какой красивый закат. Какое красивое небо. Ой, вообще. Хоть картину пиши, я не могу. Просто балдею. Здесь такие вот прям темные облака. На фоне там светлые. Там какой-то оранжевый цвет. Такие краски. Классные вообще. А это кто у нас такой? Ходит за мной хвостиком, да? Хвостиком ходит. Ну, давай, давай. Посмотри, что это такое? Я тебя снимаю. Котик. Бантик. Бантик. Милочка, ты что тут скучаешь? Лежит, зайка. Скучает. Милашечка. Мне кажется, такая грустная, что ли, стала. Или ты сонная, не пойму я. Вот она. Ай, кусается. Ай, кусается. Ой, кто кусает бабушку? Нельзя кусать, Мила. Мила, нельзя кусать бабушку. Нельзя. Я ж тебя не кусаю. Эх ты. Бабушка к тебе пришла в гости. А ты так и норовишь куснуть. А? И так и норовишь куснуть. Злюка ты. Злюка. Вот бантик он ласковый. А ты Злюка. Ай, ты дуришка. Дуришка маленькая. Вот так проведала я, в общем-то, Зенечку. Так сидим, телевизор смотрим. Зенечка у меня тут показывает любимые свои ролики. Скоро мама приедет, я побегу домой. Ну что, мои девочки, я приехала домой, я уже дома. Я сняла немножечко в машине, как я ехала в такси. Кажется, мне непривычно с левой стороны, как будто должен сидеть водитель, а там как будто бы пустое кресло. Но на самом деле праворульная машина. Вот. И я вот сзади сажусь, и я обычно смотрю впереди, вроде как водитель должен быть. А такое впечатление, как будто я иду в пустую машине одна. Вот. Ну, все прекрасно. Приехала домой. Честно говоря, устала. Я сегодня очень рано проснулась, и мне не удалось с нее поспать. И, в общем, я устала уже. Я у дочки ничего не снимала толком. Да, собственно, что снимать. Мы с Дэнни Телек смотрели. Ничего особенного. Кошечек показала вам, и все. Все, девочки, укладываюсь спать. Хочу на этом видео свое закончить, чтобы завтра утром его смонтировать, и начать следующее видео. Всем спокойной ночи. Пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписан. Лайки не забывайте. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok